Вот сейчас произнесу банальность. В этой стране нет уважения к собственности. К любой. Частной, личной, муниципальной, государственной. Иногда мне кажется, что население буквально восприняло слова Пьера Прудона. Собственность – это кража. Кража? Замечательно. Раз так, то что мне мешает поставить посреди тротуара будку, расположить вокруг нее столы и стулья и объявить – это мое. Ну пусть повыдергивается какой-то начальник, пусть на телекамеры запечатлит свой административный гнев. Нормально. Это же как комнате отдыха любой крупной японской компании. Хотите снять нервный стресс? Идите туда и лупите резиновое чучело с физиономией своего шефа. Нет проблем. В выходные дни, а ворвать удобно именно в субботу и воскресенье. Все отдыхают. В галерею и салон Союза художников Украины ворвались дюжи мужики во главе с мадам, имеющие заграничное гражданство. Эта деталь роднит ее с персонажем великих писателей Ифы и Петрова Остапом Бендером. В остальном никакого сходства начинает половой разницы. Остап Ибрагимович не грубил. Кисти и картины творцовом на улицу не позволял себе выбрасывать. Словом, был интеллигентным жуликом. Дама и ее сопровождающие свои эмоции не сдерживали. Они орали, бросались на директора салона и вели себя, мягко говоря, неприлично. На все вопросы и претензии подоспевших художников тыкали им в лица бумагу, утверждающую, что помещение продано вломившимся захватчикам. На призыв художников появилась милиция. Тут возникает ряд вопросов. Если сделка законная, то почему в салон мадам приходит не с судебным исполнителем, а с лицами неопределенной профессии? Вопрос второй. Скандал вокруг салона на Екатерининской должен был засесть в головах Приморского районного отделения милиции по простой причине. Шесть лет назад была уже попытка рейдерского захвата, и тогда тоже крайними оказались милиционеры. Мол, защищали не тех, кого надо защищать. Впрочем, наши силовики уже давно в полном недоумении. Тех, кого надо садить, требуют оберегать, как зеницу ока, а кто ни в чем не виноват по приказу свыше, отправляют в зек машины. Дальше вроде бы справедливость восторжествовала. Захватчиков из салона выставили. Мадам показали документы, в которых четко указано, что помещение принадлежит городской громаде. А продавец оказался похлеще Стапа Ибраимовича Бендера, ибо продавал то, что ему никогда не принадлежало. А что? Четко следовал по начертанному Пьером Жозефом Прудоном. Как там было сказано? Собственность это кража. Но тогда пошел ворвать. Что бы я посоветовал творцам? Соорудите красивую, желательно из нержавейки, раму. Поместите туда за стекли в пуле непровиваемым стеклом решения Одесского городского исполнительного комитета. Забетонируйте это произведение на фасаде так, чтобы никто не смог его вырвать до момента полного разрушения здания. И заставьте своего юриста читать все решения городского правительства и местного парламента, дабы не пропустить момента очередного кульбита власти. Городской думе было бы желательно раз и навсегда передать художникам и скульпторам как упомянутый салон-магазин, так и мастерские. Может тогда процесс, определенный прудоном, больше не повторится?